Пассажирам автобуса даны указания сохранять спокойствие и не улыбаться. Ситуация, которую будут отрабатывать сегодня, одна из самых сложных и, увы, вероятных. На въезде в Хронштадтский тоннель автобус отмулся с бензовоза. Произошел разлив топлива с минуты на минуту. Все, возможно, взорвется. Но ни по сценарию учений, ни в жизни такого не допустят. То, что происходит сейчас, надо объяснить. На зеленом автомобиле на специальном подъемнике направляет тепловую пушку на танчики. Как только они сообщают о повышении температуры, начинается подача воды. Вода поступает из Винского залива в неограниченном количестве до тех пор, пока огонь не погаснет. Машины условно поджигают не только ради красивой картинки. В первую очередь, чтобы проверить внутренние системы безопасности комплекса защитных сооружений. Первые 10 минут до прибытия расчетов система должна отработать самостоятельно. И судя по тому, что с потолка хлынула вода, датчики отреагировали адекватно. А вот и пожарные. Начинается эвакуация пострадавших. Те, кто способен передвигаться самостоятельно, направляются к выходам. Люди заметно дезориентированы. Путь к спасению удается обнаружить не сразу. Мы же опять же обыгрываем ситуацию таким образом, чтобы никто не знал, куда выходить. И никто не был оповещен об этом. Поэтому здесь и как раз сработали службы, которые впоследствии и направили в потоки эвакуирования. Из автобуса и нескольких машин с помощью гидравлического инструмента достают тяжелораненых. За ходом работы руководство защитных сооружений следило и с функцией управления. Если бы вы были, например, в центральной диспетчерской службы, вы бы просто там оглохли от докладов всего того, что происходило. Это сложная совместная работа. Тоннель – это вообще очень живой организм. И для того, чтобы как можно меньше пострадали люди и как можно быстрее ликвидировать, нужно тренироваться постоянно. В масштабных учениях приняли участие пожарные подразделения Кранжсадского, Приморского и Красносельского районов. Всего, с учетом статистов, около сотни человек. С эвакуацией пострадавших с тушением условного возгорания справились примерно за 30 минут. А вот последующая уборка заняла часы. Все это время движение по тоннелю было ограничено. Юлия Васильева, Александр Глебов, Олег Схоков. Вести Петербург.